Итак, привет! Это первый урок и мы начинаем знакомиться со своим фотоаппаратом. Первое видео будет довольно простое, но уже сразу после него знания ты сможешь применять на практике, получать более удачные фотографии и добиваться нужного результата после первого урока. А к концу четвертого урока ты полностью будешь понимать, как работает эта штука, как она устроена и как с ней обращаться, что нужно накрутить для того, чтобы получить ту или иную фотографию и как снимать в тех или иных условиях. Если у тебя есть даже совсем небольшой опыт съемки на фотоаппарат или на телефон, наверняка не раз была такая ситуация. Глазами видишь определенную картинку, допустим кот сидит на окне. Ты хорошо видишь и кота, и окно, и все, что находится за окном, делаешь фотографию, она получается вот такая. Это очень важный момент в понимании фотоаппарата и вообще в понимании того, как с ним нужно обращаться. Дело в том, что даже если ты купишь самый дорогой фотоаппарат, все равно он понятия не имеет, что мы от него хотим, какие задачи ставим, вообще что фотографируем и что хотим получить. Единственное, что знает наш фотоаппарат, это на то, насколько сильно яркая или темная окружающая среда. Насколько сильно эта окружающая среда светит в него, и исходя только из этой информации, он принимает какие-либо решения, не учитывая, что мы хотим получить. Но с этим очень легко бороться. Даже самые недорогие фотоаппараты сейчас очень умные. У них есть полуавтоматические режимы, которые позволяют фотографу намного проще фотографировать и больше думать не о фотоаппарате, а о том, какой кадр сделать, ракурсы, освещение, работа с моделями и все остальное. Что на самом деле намного важнее, чем настройка этой штуки. На вашем фотоаппарате обязательно сверху есть колесико, как минимум одно, и оно находится скорее всего с этой стороны. И там есть какие-то надписи АВ, МП и еще может быть что-то. И вот нам необходимо на верхнем колесике убедиться, что мы поставили режим П. И режим П это полуавтоматический режим, который идеально подходит для начала знакомства с фотоаппаратом и получения очень классных фотографий, даже не понимая еще как он работает. Фотоаппарат также продолжит снимать в автоматическом режиме, но теперь у нас появляется ряд очень важных возможностей. И первое важнейшее, теперь мы можем фотоаппарату сообщать, что мы хотим получить более светлую фотографию или более темную. Управлять яркостью фотографии, это очень часто вам будет нужно. В вашем фотоаппарате обязательно есть подобная шкала. Она будет видна и на этом большом экране, и если вы будете смотреть в глазок, в самом низу глазка, вы также будете видеть эту шкалу. И там есть по центру некий бегунок, который мы можем смещать вправо или влево, в сторону плюса или в сторону минуса. Смысл такой, если у нас бегунок стоит на нуле, это означает, что мы говорим фотоаппарату, снимай так, как ты считаешь нужным. Если фотоаппарат в случае с нашей кошкой снял темней, мы смещаем бегунок в сторону плюса, делаем еще одну фотографию, фотография получается светлее. Если недостаточно, еще чуть-чуть смещаем в сторону плюса, делаем еще одну фотографию, фотография получается отличная. Обязательно внимательно посмотрите на эти картинки, и подобная шкала, одна из ее разновидностей обязательно будет на вашем фотоаппарате. Эта шкала абсолютно то же самое, что солнышко в вашем телефоне. Когда вы что-то хотите сфотографировать на телефоне, вы направляете в ту сторону телефон, тыкаете на экранчике там, где вы хотите сфокусироваться, появляется квадратика, рядом появляется солнышко. Можем поднять его вверх, можем поднять его вниз, сделать фотографию темнее или светлей. В зависимости от модели твоего фотоаппарата, на нем обязательно будет одно или два колесика. Они находятся, как правило, либо вот здесь, либо сверху, либо еще могут быть спереди находиться, в зависимости от модели. Если фотоаппарат недорогой, то обязательно будет вот такая кнопка. И все очень просто, мы убедились, что у нас здесь стоит режим P, и одним из колесиков, если у вас их два, то покрутили одно, потом покрутили другое, и увидели, что бегунок у нас начал двигаться в сторону вправо или влево, в сторону плюса или минуса. Если у вас всего одно единственное колесико, значит зажали эту кнопку, и с зажатой кнопкой другим пальцем крутим это колесико вправо или влево, и бегунок у нас тоже начинает шевелиться. Если вдруг фотоаппарат на это не реагирует, значит он ушел в полуспящий режим, нам нужно нажать на кнопку, которую мы делаем в фотографии. Просто нажмите на нее, фотоаппарат проснется, и мы сможем уже регулировать ее. Постарайтесь самостоятельно разобраться с этой шкалой, найти ее, найти как ей управлять, точно убедиться, что смещается вправо-влево, фотки становятся светлее или темнее, для того, чтобы вы начали уже узнавать свой фотоаппарат. Если возникли какие-то сложности, но есть инструкция, то посмотрите в инструкции, в разделе экспокоррекции или коррекция экспозиции. Если ничего не получилось, то напишите где, мы обязательно со всем этим разберемся, это все очень-очень просто. Как вообще будет мыслить наш фотоаппарат? Допустим, у нас есть вот такая сцена, мы днем на улице, но в пасмурную погоду фотографируем что-то подобное. В кадре нет ничего очень светлого, нет ничего очень темного, поэтому любой фотоаппарат на положении 0 снимет очень хорошо. То есть мы ему сообщаем, что здесь очень простые условия освещения, поэтому снимай, как ты думаешь. Но если вдруг он ошибется, мы всегда сможем подкорректировать. А в подобной ситуации фотоаппарат очень часто может ошибаться, потому что вся комната темная, но с краю кадра попадает окно, фотоаппарат что-то очень сильно светит из окна в солнечный день, и он поступит точно так, как вы поступили в этой ситуации. Если вам что-то очень сильно светит в глаза, вы начинаете щуриться. Наш фотоаппарат также прищурится и сделает фотографию вот такой, хотя глазами мы все видели нормально. Здесь нет никаких проблем, если у нас два колеса мы крутим одно из них, если одно колесо, зажимаем кнопочку, крутим в сторону плюса и делаем фотографию. И у нас получается фотография, которая нас устраивает. Если с первого раза не получилось, абсолютно нормально, еще немножечко в сторону плюса, сделали еще раз, понравилось, все, отлично, начинаем позировать. Также бывает другая ситуация, когда мы намеренно это колесико крутим в сторону минуса, для того, чтобы получить подобный эффект. Когда мы снимаем на очень светлом фоне, проще всего это добиться на фоне окна, фотографируя, когда там очень светло за окном. И мы можем получить именно силуэты, для того, чтобы как-то разнообразнее наша фотосессия смотрелась и чтобы людям было интереснее. Даже не понимая, как работает фотоаппарат, мы просто ставим людей напротив чего-то очень светлого и говорим фотоаппарату снимай темнее. Люди становятся очень черные, опять же, там будут какие-то любые другие красивые объекты, у которых красивый силуэт, он становится черным. А так как за окном было у нас очень ярко, то там какие-то детальки появляются и получается очень красиво. Два довольно схожих, на первый взгляд, примера. В обоих случаях это улица, в обоих случаях у нас есть белое платье, но фотоаппарат будет вести себя по-разному. В верхнем примере белое платье у нас занимает большую часть кадра и у нас очень солнечный день. Солнце сильно светит на платье, платье очень сильно отражает и ощущение, что оно практически светится для фотоаппарата. И большинство фотоаппаратов в этих условиях начнут у нас щуриться. И когда мы глазами видим такую картинку, фотографируем, получаем ее очень темную. Поэтому в этом случае мы сделаем поправку в плюс. Во втором случае у нас тоже есть платье, но оно занимает меньшую площадь и у нас более пасмурная погода, поэтому платье вроде как белое, но оно так не светится. И большинство фотоаппаратов на нуле, посерединке у нас одинаково классно снимут, никаких проблем здесь не возникнет. Довольно быстро вы привыкнете делать это на автомате, еще до первого пробного кадра мы подходим с людьми к окну, будем фотографировать напротив яркого света, либо как вот в верхнем случае в солнечный день белая одежда у нас, и вы сразу будете ему говорить, чтобы он не щурился, немножечко уводить его в сторону плюса, а потом делать первую фотографию. Либо наоборот, мы смуглого человека в черной одежде фотографируем в какой-то темной стены. Фотоаппарат у нас думает, что здесь очень темно и старается сделать фотографию светлее, из-за этого она получается такая бледная, как выцвевшая. Поэтому в таких условиях вы очень быстро начнете сразу ему говорить, что снимай темнее, чем ты хочешь, вы уже знаете, что он немножечко будет ошибаться, и сразу ему подсказываете, потом делайте первый кадр. Очень важно понять, неважно, начинающий вы фотограф или вы суперкрутой профессионал, абсолютно нормальная часть фотосессии, когда вы говорите своим клиентам, либо просто людям, которых снимаете, что пока постой здесь, можешь заниматься своими делами, мне нужно устроить фотоаппарат. Это абсолютно нормально даже для самых опытных фотографов. Только сейчас это делать намного проще, чем на пленку. Мы фотографируем, смотрим, темнее или светлее, корректируем, фотографируем, и сразу привыкаем стараться добиваться максимально хорошей яркости фотографии, ни темнее, ни светлее. Да, обработать можно, но позже вы разберетесь, почему важно во время съемки как можно точнее получать яркость именно здесь, а потом уже дорабатывать по мелочам. Поэтому 3-4-5 раз, тоненько подстраивая темнее, светлее, все добились, яркость нас устраивает, и после этого мы начинаем работать. И теперь мы подошли к очень важной теме, которую вы всегда должны знать и всегда учитывать. Звучит она очень страшно, динамический диапазон, на практике это очень просто, но грустно. Неважно какой у вас фотоаппарат, даже самый дорогой в мире фотоаппарат, он не способен одновременно на фотографии показать детали в очень темных местах и в очень светлых. Именно речь идет, когда в фотографии одновременно присутствует что-то безумно светлое, там белая платина, которой светят прожекторы, небо в солнечный день, либо что-то такое. И тут же в нашем кадре присутствует что-то очень темное. Вот мы видим подобную фотографию, у нас сидят люди, которых мы видим, у нас есть окно. И в этом случае, когда мы делаем фотографию, скорее всего она получится вот такая по умолчанию. У нас не видно информацию в тенях, но зато видно информацию за окном. Да, мы можем вам сказать, снимай светлей, увели в плюс, сделали фотографию и у нас получилось вот так. Теперь у нас люди хорошо видны, но информация за окном практически исчезла. Это от вас никак не зависит и от вашего фотоаппарата особо не зависит, это именно динамический диапазон. У самых дорогих он чуть больше, у самых дешевых чуть меньше, но не такая большая там разница. Вы всегда сами должны учитывать и думать за фотоаппарат, когда вы видите, что в кадре есть что-то очень-очень светлое и что-то такое темное. Вы должны сами решать, что вам важнее. Информация в тенях, то есть сделать фотографии посветлее и люди у нас проработаются, будут классными, но за окном все исчезнет. Либо нам важнее показать небо, показать то, что за окном, а люди у нас останутся силуэтами. Также вы с этим будете сталкиваться вообще без окон, а допустим вы фотографируете днем в солнечный день и у вас люди одеты один во все черное, другой во все белое. Самый стандартный пример это свадьба. Вы глазами все видите, вы видите дорогой пиджак жениха, вы видите классное платье с текстурой ткани невесты, но фотографируете, получается так, что у нас допустим видно платье невесты, но пиджак жениха стал просто куском черноты. Никаких деталей, ничего не видно, просто черная масса, из которой торчат руки, голова и туфли, если повезет. Вы говорите фотоаппарату, снимай светлей. У нас жених получается очень классный, либо любой человек в черной одежде, но девочка у нас теперь получается просто как белое какое-то пространство вместо платья. Опять же лучший способ в этой ситуации это снизить контраст фотографии, сделать так, чтобы светлое было не настолько светлым. Это мы можем сделать зайдя в какую-то тень, там от дерева, от здания, либо в некое помещение и прочее. То есть избавиться от излишнего контраста. Опять же важно понимать, если в этой ситуации также на солнечный день у нас невеста вышла из кадра, остался человек в черном, без проблем мы его снимем. Вышел человек с черным, зашла невеста, без проблем мы ее снимем. Но когда они рядом стоят, очень черный, очень светлый, прям очень светлый, то тогда у нас начинаются проблемы. И здесь, разумеется, мы сами решаем, что нам важнее. Но в случае с фотосессиями практически всегда важнее именно образ девочки, неважно невеста это, либо просто фотосессия уличная. Практически все равно нам важнее показать красивую одежду девочке, а уже мальчик как получится. И тут очень важный момент, именно из практики, когда вы готовитесь к фотосессии, если есть возможность, обязательно обсуждайте, прорабатывайте одежду. Одни и те же погодные условия, люди пришли он в черном, она в белом, у вас очень много проблем, очень много ограничений, сложно обрабатывать. В этих же условиях вы обсудили одежду, они пришли оба в черном, оба в белом, либо оба в средненькой по яркости фотографии. И у вас проблем стало намного меньше, возможностей намного больше, обработка намного легче. Поэтому проработка одежды моделей очень-очень важна. Наверняка вы замечали, что в вашем фотоаппарате есть подобные квадратики. Они есть во всех фотоаппаратах, только в очень-очень дешевых. Их нету, они не нарисованы, но они все равно есть. Если в такой ситуации мы смотрим в глазок и видим вот такую картинку, мы нажимаем сделать фотографию, но у нас ничего не происходит. Здесь что-то жужжит, что-то елозит, фотоаппарат пыхтит, но фотография не делается. Нам достаточно сместить фотоаппарат так, чтобы в одну из точек попало что-то очень контрастное. И здесь уже сразу же за секунду фотоаппарат делает отличные фотографии, очень быстро фокусируясь. Фотоаппарат, в отличие от телефона, к которому мы привыкли, не может фокусироваться где угодно. На телефоне мы привыкли, что мы тыкаем в любую часть экрана, телефон там фокусируется и мы можем сфотографировать. Фотоаппарат может фокусироваться только в одной из точек. То есть только там, где нарисована точка, только там он может поймать фокус. Больше нигде. Это всегда очень важно учитывать. И допустим мы делаем подобные фотографии. Вероятность, что у нас фокус будет на девочке крайне минимален. Потому что та точка, которая на нее попадает, она практически не контрастная. Практически наверняка фокус будет в одной из этих точек, потому что там есть что-то очень контрастное. Фотоаппарат, опять же, понятия не имеет, что мы от него хотим, что мы снимаем. Он оценивает окружающую среду, а еще он ищет контрасты в одних из этих точек. Он находит несколько точек, либо он выберет ту, что к нему ближе, либо еще хуже, он мигнет сразу несколькими точками и постарается их всех показать. То есть он сфокусируется где-то между ними. В итоге ни одна из точек особо резко не будет, фотографии будут такие нечеткие и непонятные. Поэтому очень важно, и режим P нам это тоже позволяет, в режиме P мы можем сами ему указывать, в какой точке фокусироваться. Это очень важный момент, особенно если у вас недорогие фотоаппараты, но с нынешними ценами это менее 60-70 тысяч рублей, то есть меньше там 1000-1200 долларов, то тогда практически 100% на зеркальных фотоаппаратах вам нужно фокусироваться по центральной точке. Она нарисована в самом центре, как правило, она бывает жирная, бывает там группа точек нарисованы, они выделены более такие жирные, более четкие. Эти точки самые хорошие, самые классные в вашем фотоаппарате. Они фокусируются намного быстрее, намного точнее, им нужен более слабый контраст, им достаточно более слабого освещения, чтобы хорошо сработать. В одних и тех же условиях, если где-то вечером фотографируете, эта точка сфокусировалась очень быстро, любая боковая точка, юлозила-юлозила, вроде как показала, что сфокусировалась, сделали фотографию, а она не резкая. Вообще, снимая на зеркальный фотоаппарат, вы все должны привыкнуть к тому моменту, что независимо от вас, периодически он будет выдавать ошибки, это просто особенности работы автофокуса любого зеркального фотоаппарата. На более дорогих реже, на более дешевых чаще, но просто привыкнете, если вы видите, что фотография получается классной, сделайте пару дублей, потому что, может быть, все идеально, все мигнуло, все сработало, но фотография все равно получилась не резкая, просто так работает механизм автофокуса на зеркальных фотоаппаратах. Ничего страшного, перефотографируйте. Практически наверняка в вашем фотоаппарате есть кнопка, которая вот так вот нарисована, на ней 5 точечек, на нее нажимаете, у вас появляется что-то подобное, и вы можете выбрать, какую точку фокусировки. Вот здесь у вас есть либо джойстик, либо такие по кругу кнопочки, либо колесико, и в центре кнопочка. Чаще всего нажимаешь на кнопочку в центр, и выделяется сразу центральная точка, только центральная. По умолчанию не все будут гореть, это означает, что фотоаппарат сам своим умом решает, где ему фокусироваться, и вы просто играете в лотерею. Повезло, угадал, не повезло, не угадал. Если такой кнопочки у вас нет, значит вам нужно зайти в меню, и там уже в настройках выбрать точку фокусировки. Если вы снимаете на Nikon, очень важно зайти сначала в режим автофокусировки и выбрать покадровую фокусировку. Она еще означается AFSS, как доллар пишется. Это необходимо сделать, чтобы можно было нормально работать. На недорогих фотоаппаратах это очень важно. А потом зайти в режим автофокусировки и выбрать одноточечная автофокусировка. Тогда вы точно будете знать, что фотоаппарат фокусируется именно в той точке, которую вы выбрали. И лучше всего выбрать центральную. Мы уже это разобрали. Опять же, если есть какие-то сложности, посмотрите инструкцию. Если нет, напишите, мы все это разберемся. Это все очень просто, вы постоянно этим будете пользоваться. И в таком случае, когда мы выбрали центральную точку фокусировки, у нас точно получится, что резким будет окно, а не невеста. Если вы сами когда-то бывали на фотосессиях, либо наблюдали за фотографами со стороны, то вы наверняка замечали, что фотограф постоянно фотографирует вас. Сначала куда-то мимо, потом на вас. Куда-то мимо, потом на вас. И очень это все странно выглядит. Но на самом деле происходит так. У фотографа выбрана центральная точка фокусировки. Самая точная, самая быстрая. Он наводит вам ее на глаз. То есть он фокусируется на вашем глазе, чтобы точно ваш глаз был резкий. А так устроен человек, что нам не нравятся люди с мутными глазами. Когда на фотографии тоже получаются глаза не резкие, фотография сразу становится какой-то неприятной, некачественной. Если глаза получились резкие, а все остальное там не так важно, то фотография уже сразу становится лучше. Поэтому здесь всегда нужно привыкнуть фокусироваться, снимая людей, фокусироваться по глазам. Мы навели человеку центральную точку на глаз. Он сейчас думает, что мы немножко мимо снимаем. Сделали полу нажатия этой кнопки. На всех фотоаппаратах кнопка нажимается в два этапа. Сначала легкий упор и можно продавить дальше. Сделали до первого легкого упора. Он нас пикнул. Большинство фотоаппаратов пикает во время фокусировки, если это не отключено. И точка мигнула либо красненьким, либо зелененьким. И с зажатой кнопкой, обязательно с зажатой кнопкой, мы компонуем кадр дальше, так как нам нужно. То есть до этого он был вот такой. Потом мы скомпоновали как нам нужно. Мы можем вправо, влево опять вернуть, вверх, вниз. Это очень важно, что вот так, вот так, вверх, вниз. Мы без проблем это все можем делать. Скомпоновали как надо и продавили ее до конца. Получилась фотография. И в этой фотографии 100% резкость будет попадать именно на глаза. Не фотоаппарат решает, что показать резким, а вы решаете. Это очень важно. Мы позже разберем это еще глубже, но сейчас важно понять момент. Когда мы фокусируемся на глаз человеку, фотоаппарат опять же понятия не имеет, что мы сфокусировались на глазу, и что нужно именно глаз показывать резким. В общем, фотоаппарат замеряет расстояние от себя до того места, в котором мы сфокусировались. Я сфокусировался на глазу. Он такой, все, метр семьдесят три до глаза. Все, чем метр семьдесят три от меня, я буду показывать резким. Я могу сместиться туда, и все равно метр семьдесят три от него все будет резким. Могу поднять, могу опустить. И здесь очень важно. То есть я могу шевелить туда-сюда, все классно. Но если девочка стоит на расстоянии метр семьдесят три, я сфокусировался, и теперь немножечко вперед. То есть мы сместили в сторону девочки, девочка стала ближе, а фокус стал за ней. И в этот момент девочка получится нерезким. Поэтому, когда мы сфокусировались, можем смещать так-так, немножечко крутить, но нельзя вперед-назад. Если в какой-то момент во время зажатия вы немножко наклонились, модель немножко наклонилась, либо отклонилась, отпустили и перефокусировались заново. Это может показаться неудобно, но на практике, сделав несколько фотосессий, особенно там детей, либо домашних животных, вы очень быстро к этому привыкнете, позже мы еще к этому вернемся, вы поймете, что это один из самых лучших способов, даже на дорогих фотоаппаратах, большинство фотографов именно так снимая. Итак, в любом фотоаппарате существует всего три настройки ключевых. Когда мы работаем по-настоящему, делаем фотографии, неважно, хоть самый дорогой фотоаппарат, хоть фотоаппарат телефона или фотоаппарат в спутнике, в нем всего три основных настройки. Три настройки, которые влияют на фотографию в первую очередь. Все остальные настройки, это уже так мелкая бижутерия для фотоаппарата, и они уже не так критичны. Именно три главных фотографии настройки, которые нужно понять, и которыми мы всегда пользуемся фотографируем. И первая из них очень простая, и сегодня мы ее разберем, называется она ИСО, или ИСО еще. Когда мы раньше все с ними шли гулять в парк, папа рассуждал так, там будет очень много света, будет очень светло, потому что мы гуляем днем, я куплю пленку ИСО-100. А когда приближался Новый год, папа рассуждал так, у нас будут гордеть только гирлянды, возможно свечи, весь свет мы выключим, чтобы вся атмосфера была видна, то есть света будет безумно мало, значит я возьму пленку ИСО-400. То есть в понимании все безумно просто. Чем вокруг темнее, тем выше нужно ставить ИСО. То есть ИСО это показатель, который показывает, насколько наш фотоаппарат чувствителен к свету. Если мы находимся на улице, мы ставим маленькое значение, ИСО-100 это на большинстве фотоаппаратов минимальное, это означает, что он вообще не чувствителен к свету, то есть ему надо очень много света, чтобы он классно сфотографировал. ИСО-800 или 1600 или 3200 означает, что чем больше, тем фотоаппарат чувствительнее, то есть ему достаточно мало света, чтобы он его почувствовал и сделал фотографию. И казалось бы, все очень просто, можно управлять темнее и светлее только ИСО. Но здесь есть как всегда одно но, чем выше ИСО, тем начинается портиться фотография, становится хуже контраст, становятся хуже цвета, становятся хуже возможности подоследующей обработки, и еще также начинают появляться шумы. Чем выше ИСО, тем все это хуже и тем шумы больше. Опять же, в зависимости от модели фотоаппарата, на одном фотоаппарате можно снимать на ИСО 3000, а на другом фотоаппарате даже на 400 уже начинаются проблемы. Тут есть очень важный момент. Высокое ИСО не гарантирует 100%, что у вас будут шумы. Чем выше ИСО, тем больше вероятности, что в случае, когда света не хватает, фотоаппарат у нас снимется шибкой. Допустим, вы знаете, что обычно на ИСО 400 у вас получается сносная картинка. Но вы вышли на улицу и каким-то причинам снимаете на ИСО 400. И фотокартинка получается прям отличная. Вы радуетесь, заходите в помещение, где света очень мало, продолжаете снимать на ИСО 400, и тут у вас уже получаются очень сильные шумы. Чем выше ИСО, тем нежный фотоаппарат относится к нехватке света и начинаются какие-то уже проблемы вот с этими шумами. На ИСО 100 при нехватке света фотография просто получится темная, но без шума практически. На ИСО 1600, но недорогой фотоаппарат, фотография получится нормальная по яркости, но она вся будет у нас в шумах. Не обращайте внимания, что написано на ваших коробках. Если у вас фотоаппарат более-менее новый, там скорее всего написано, что вы можете поставить ИСО 12000 или даже 25000. Это все маркетинговый ход. В реальности, да, вы можете поставить эту цифру, но картинка будет настолько ужасная, что смысла нет фотографировать. У всех фотоаппаратов есть такое сленговое понятие рабочее ИСО. То есть в моем фотоаппарате заявлено, что я могу ставить ИСО 56000. Но на практике уже на 6000 начинается проблемная картинка. И я стараюсь изо всех сил никогда выше 2000-3000 не ставить, чтобы было хорошее качество. Методом тыка и подбора, снимая, анализируя, вы поймете, какое ИСО для вас критичное, до какого можно вообще ни о чем не думать, а после какого уже надо начинать аккуратненько следить за тем, что у нас получается. Здесь все так же. У вас либо будет отдельная кнопочка, которая так и подписана ИСО по-английски. Нажимаете на нее, крутите колесико, единственное, либо одно из двух, и у вас начинают меняться циферки. Если этой кнопочки нет, заходим в меню, выбираем пункт ИСО, он всегда обязательно есть. И мы либо колесиком, либо кнопочками мы можем выбирать значение ИСО. Чем циферка больше, тем он чувствительнее к свету, но начинаются проблемы с качеством. Шаг ИСО это 100, 200, 400, 800, то есть все очень логично. Каждый шаг в два раза цифра больше, фотоаппарат становится в два раза чувствительнее к свету. Хотя глазами вы это будете, не будете так замечать, у вас не будет ощущения, что картинка стала в два раза светлее. И вообще вы еще не раз убедитесь, что снимая на фотоаппарат, нужно привыкать не доверять глазам, потому что никакой фотоаппарат с нашими глазами до сих пор сравниться не может. Когда вы будете настраивать ИСО, практически на всех фотоаппаратах у вас еще будет промежуточное значение ИСО. Может быть там 160, 220, что угодно. А это для того, чтобы вы могли более точно подстраивать яркость картинки, потому что это очень важно. И здесь очень важно понять, что не нужно фанатеть от минимальных значений ИСО во благо качества. Всегда нужно понимать, что вы снимаете и какие задачи стоят. Если это некий портрет, если это некоторая фотография в рамочку, или что-то такое ответственное, важное, то да, нам необходимо создать такие условия освещения, чтобы мы смогли снять на минимальных ИСО, чтобы у нас был самый качественный цвет и вообще самое качественное, на что способен наш фотоаппарат. Но когда мы снимаем репортаж, когда в первую очередь важнейшее значение играет не техническое качество фотографии, а именно пойманный момент, эмоции, ситуации, не пропущенные события, то здесь смело можно задирать ИСО до очень больших значений, намного превосходить рабочее ИСО. Да, фотография получится технически не идеально, но пойманный момент того стоит, и это абсолютно нормально. Поэтому не гонитесь за минимальными значениями, всегда понимайте, что здесь важнее. При портрете мы идеально выставляем свет, никуда не торопимся и получаем лучшее качество. И подобных сценах. При репортаже запросто задираем ИСО, да, проблемы с качеством, но картинка будет именно эмоциональная, живая, ничего не пропустим. Всегда, когда вы снимаете, вы, во-первых, должны учитывать динамический диапазон, пару раз пересмотрите, полностью с этим совсем разберетесь, и второе, вы всегда должны учитывать правила обратных квадратов. Оно звучит очень страшно, но оно очень простое. Официально оно звучит так. Увеличив расстояние модели от объекта съемка в два раза, света стало в четыре раза меньше. То есть, что это означает? У нас есть источник света, окно, либо некая лампа. Модель стоит на расстоянии одного метра от него, и она нормально освещена, фотоаппарат у нас все справляется, нам даже не надо ставить большое ИСО. Теперь модель отходит всего на один метр от этого источника света. Был один метр, стало два метра. Расстояние увеличилось всего в два раза. Но модель стала в четыре раза слабее освещена. И фотоаппарат, который только что нормально справлялся на небольших значениях ИСО, здесь уже не справляется, вам придется поднимать ИСО, и уже пошла потеря качества. Очень часто начинающих фотографов бывает такое, что они уходят из того места, где снимали, особенно интерьерные студии, либо кофейни, различные рестораны, гостиницы, потому что типа у них не получается. Хотя им надо было сделать буквально еще шаг в сторону окна, и фотография получилась бы классная. Даже незначительные движения в сторону света, в сторону источника света, очень сильно увеличивают освещенность объекта. Ваше месторасположение не принципиально. Речь только о том, источник света, и то, что вы снимаете, именно их расстояние друг от друга. Если вы зайдете в какую-то комнату, и там на расстоянии метра от окна будет стоять человек, и на расстоянии двух метров будет стоять второй человек, глазами вы этого не увидите разницы. Вам будет казаться, что абсолютно одинаково они освещены. Но для фотоаппарата это будет важно. Как эти знания могут пригождаться на практике, немного с другой стороны. Мы находимся в каком-нибудь интерьерном месте. Кафе, ресторан, гостиница, интерьерная студия, что угодно. Когда мы работаем со светом от окна, либо с источником света, не на улице, в общем. Мы находимся в красивом месте, фотографируем у окна. Мы делаем фотографию, нас все устраивает. Ребята у нас нормально освещены, но все помещение ушло в полумрак. Если мы попросим фотоаппарат снимать светлее, либо сами поднимем ISO, что бы мы ни делали, любыми путями добиваясь более светлой фотографии, у нас вся фотография будет становиться светлее. Очень важно, фотоаппарат не может повлиять там только на людей, либо только на часть экрана. Мы всю фотографию можем делать либо светлее, либо темнее. И в нашем случае, когда мы скажем фотоаппарату снимай светлее, вся фотография станет светлее, интерьер будет хорошо видно, но ребята станут засвеченными. Потому что сейчас они более-менее нормальные, но мы с ними, они станут светлее, и уже будет некрасиво. В этом случае, что нам нужно? Нам нужно попросить ребят отодвинуться немножечко от окна. То есть ребята сидели рядышком с окном, были так освещены, а теперь мы просим их отсесть от окна, увеличить расстояние от источника света до наших моделей. И так, даже если они сместились совсем ненамного, все равно это чувствительно сказывается на их освещенность. Теперь они стали у нас плохо освещенные, они будут получаться темно, и когда мы скажем фотоаппарату снимай светлее, то он всю картинку сделает светлее, и начнется видно уже интерьер, и ребята станут более нормальные. Потому что до этого, из-за того, что они отсели, и стали хуже освещены, они были темные, мы сделали светлее, они стали нормальные, и стало видно вокруг интерьер. Но чаще всего будете пользоваться обратной ситуацией, когда вы находитесь в каких-то некрасивых местах, и вам нужно получить фотографию, а место как-то спрятать. Тогда мы наоборот просим ребят, если мы, наоборот, в очень некрасивом месте, а мы просим ребят подсесть как можно ближе к окну, они будут очень сильно освещены, лица будут очень сильно высвечены, и для того, чтобы лица получились нормальные, мы говорим фотоаппарату «Снимай темнее». Будем добиваться тех пор, все темнее и темнее, пока лица не станут нормальные. А так как вся остальная окружающая среда освещена не так сильно, как лица, потому что лица находятся прямо возле окна, то вся окружающая среда начнет уходить в темноту. И даже снимая в очень некрасивом месте, у нас получится такой интересный полумрак, в котором какие-то абстрактные вещи, силуэты видны, но не видно, что место некрасивое. Зато наши люди очень классно освещены. Этим можно пользоваться очень часто в самых разных местах, и в очень некрасивых местах получать очень хорошие фотографии. Но в таком темном ключе, когда окружающую среду в темноту мы спрятали. И здесь есть еще один очень важный момент. Я уже говорил, что когда вы фотографируете именно на зеркальные фотоаппараты, у вас периодически будут ошибки автофокуса, не зависящие от вас. Вы все сделали правильно, условия были классные, все сфокусировалось, но фотоаппарат сделал фотографию не резкой, не четкой, потому что это принцип работы зеркальных фотоаппаратов, там бывают такие ошибки. В беззеркальных такого нету, позже мы с этим разберемся, но если у вас обычная зеркалка, то просто имейте в виду, что так бывает. И здесь важно понимать, фотография может быть не резкой по двум причинам. Первое, это произошла ошибка фокуса. Как это понять? Фотография у нас получается такая мягко размытое, то есть ощущение, что если у вас хорошее зрение, вы одели чьи-то очки, и все такое абстрактное, стало мягенько размытое. Либо когда человек с плохим зрением снял очки, и опять он начал все очень так мягко, непонятно видеть, все, абсолютно все равномерно, не резкое. Либо еще один вариант, у нас те люди, которых мы фотографировали, ближайший план, они все размытые, а дальний план у нас резкий. Это произошло, потому что произошла ошибка автофокуса, ничего переделывать не надо, еще раз сфокусировались, еще раз сфотографировали. Чем дешевле фотоаппарат и объектив, тем такого больше, но опять же, ничего критичного. Многие люди, когда видят хорошую фотографию, делают 5-6 дублей, чтоб наверняка просто так спокойнее. И совсем другая ситуация, когда мы фотографируем, фотография получается не резкая, но она не мягко размыта, а есть некие направления смаза, то есть можно прям заметить, что как-то все у нас поехало. Либо вся фотография немножко смазана вверх-вниз, либо вправо-влево какими-то зигзагами, либо еще бывает такое, что все, что неподвижно нормально, а все, что шевелилось, там деревья от ветра качались, люди шевелились, все подвижные объекты получились у нас такими смазанными, и именно вот видно какое-то направление этого смаза. Это означает, что перефотографировать еще раз смысла нету, фотоаппарату здесь недостаточно света. Поэтому, если вы видите, что у нас идет именно смаз, то есть добились, всегда добиваемся в любых условиях, в первую очередь мы добиваемся правильной яркости, чтобы она была не светлая, не темная, добились, независимо от смаза, все яркость нас устраивает, смотрим, яркость хорошая, но смаз остался, смаз у нас существует. Тогда первое, что нам необходимо сделать, постараться подойти как можно ближе к источнику света. Это окна, осветительные приборы и все остальное. Но если на улице, то здесь мы ближе к солнцу подойти не можем. Второе, что мы здесь можем сделать, это постараться увеличить мощность источников света. То есть, если это искусственное освещение, постараться на максимум включить. Если это, допустим, окно, очень часто бывает в квартирах, снимаете, на окне висит легенькая прозрачная тюль, которая вроде ни на что не влияет, снимаете, у вас ничего не получается, все смазано. Убрали эту легкую прозрачную тюль, раздвинули и раз, уже стало хорошо. Хотя глазами разница практически незаметная была. То есть, второй шаг, мы стараемся сделать источник света как можно мощнее, если это возможно. Но в случае с улицы, если у нас солнце закрыто облаками, если мы видим, что сейчас их сдует, можем немножечко подождать, облачка ушли, стало опять светло и фотографируем. И третий, последний шаг, на данный момент мы можем поднять ISO. То есть, мы все сделали, первых два шага, все равно фотография темная. Тогда мы поднимаем на 400. Мы понимаем, что это пограничное ISO, но давай попробуем. Сняли, вроде хорошо, но темновато. Давай попробуем снять на ISO 800. И уже здесь по ситуации надо смотреть, хорошо или не хорошо получается. Если вы сделали все три шага, и все равно фотография получилась смазанная, значит, вашему фотоаппарату здесь не хватает мест света. на данный момент вы ничего сделать не можете. Есть еще пару моментов, но в любом случае, особенно с недорогими фотоаппаратами, вы очень часто будете сталкиваться с нехваткой света. Если у вас недорогой фотоаппарат, никаких проблем. Уличные фотосессии для вас просто отличные. То есть, на улице вы никаких сложностей испытывать не будете. На улице можно поставить ISO авто и про него забыть. Там так много света, что в любом случае фотоаппарат будет сам ставить маленькие значения ISO, вы об этом не будете вообще думать. Но как только вы видите, что либо вечереет, либо вы в каком-то помещении, намного важнее контролировать ISO самим. Не лениться, а настраивать его самим, потому что чаще всего, когда есть проблемы со светом, фотоаппарат будет перестраховываться. И он будет ставить ISO выше, чем возможно было бы снять, чтобы ему так просто спокойнее. И то есть, там, где вы могли снять на ISO 400 и получить нормальную картинку, ваш фотоаппарат может поставить ISO 800 и получить ту же картинку, но уже такую шумную, с плохим контрастом, с более плохим цветом и всем остальным. Он просто перестраховался. Поэтому, когда светло, мы ни о чем не переживаем, поставили ISO авто и забыли про него. Поэтому все уличные фотосессии для вас отличные. А когда начинаются проблемы с светом, вечер, либо помещение, здесь лучше контролировать все руками и все аккуратненько делать. Вообще, процесс съемки, это именно борьба за свет, получение качественного света, а из-за этого получается качественная фотография. Еще одна очень простая штука, вы не часто будете пользоваться, но иногда она необходима. Практически всегда, практически вся, где бы вы ни находились, глазами мы видим правильные цвета. Белые мы видим белым, черные черным и все остальное. Нам нужны очень ужасные условия в какой-то красной комнате с красными лампами, чтобы у нас начали искажаться цвета и видеть, как попало их. Фотоаппараты, как правило, ошибаются намного чаще, чем наши глаза, но все равно даже недорогие фотоаппараты сейчас в большинстве случаев хорошо справляются. Но периодически у вас все равно будут такие моменты, что вы видите глазами, все нормально, фотографируете, а картинка получилась либо такая очень желтая, очень теплая, либо очень такая синенькая. Это и есть баланс белого. То есть такой некий процесс, когда фотоаппарат изо всех сил пытается показать цвета правильными, но если у нас какие-то плохие источники освещения, чаще всего вы будете сталкиваться, когда вы фотографируете, когда горит свет от ламп накаливания в помещении, либо на улице от костра, когда идет очень желтый цвет, фотоаппарат к такому не готов и все начинает желтеть. Но здесь все очень просто. У вас либо на фотоаппарате будет кнопочка WB, нажимаете на нее и можете баланс белого подстроить, либо если нет, то в меню заходите и там в самом начале всегда есть баланс белого. У вас открывается подобное окно, оно очень интуитивно понятно. При большом желании можно вообще всегда этим пользоваться, то есть вышли на улицу, смотрите, светит солнышко, поставили солнышко, подсказали фотоаппарату, какой источник света, он учитывает его цвет и фотографирует уже более правильно. У нас набежали облачка, поставили облачка. Если мы находимся там, где светят лампы накаливания, поставили лампочку. На самом деле проблемы будут возникать чаще всего именно когда все ушло в желтизм, по причине ламп накаливания, по причине костров, свечей и чего-то подобного. Неважно от чего фотография желтая, заходим в это меню и выбираем лампочку. И все у нас сразу становится хорошее. Ну и последнее, когда мы этим пользуемся, это когда мы фотографируем со вспышками. Неважно, встроенная вспышка на камерной, либо в профессиональной студии с профессиональным освещением. Мы просто заходим, ставим здесь вспышечку и у нас получаются очень классные цвета. То есть мы сообщаем, что качество света, цвет света, именно как от вспышки, он у всех одинаковый. И картинка получается очень классная. Но опять же, в 90% случаев вы будете снимать в автобалансе. Но опять же, режим P, если что, нам позволяет зайти в баланс белого и поставить тот, который нам нужно, и получить более качественную фотографию. Здесь очень важный момент. Не стоит во время съемки прям фанатеть, искать способы добиться идеального баланса белого, пользуясь различными приемами. Это было очень критично раньше. Сейчас, на современных цифровых фотоаппаратах, это не важно, потому что, в любом случае, экранчики не показывают точную цветопередачу, даже не рядом. В любом случае, нам здесь нужно добиться просто примерно похожей картинки, а уже потом при обработке на хорошем мониторе, не торопясь, очень аккуратненько мы будем это все подстраивать, добиваться нужного цвета. Плюс, очень часто, когда мы фотографируем, нам не нужен правильный баланс белого. Мы его намеренно смещаем в ту или иную сторону, чтобы получить тот или иной результат. И с этой темой связан последний на сегодня момент. Это формат фотографии. Наверняка, вы слышали формат JPEG. Практически все изображения, которые мы видим в интернете, смотрим в телефоне и фотографии, которые мы по умолчанию снимаем, любые электронные изображения находятся в формате JPEG. Он очень простой, очень легкий, все умеют его открывать, его легко послать, он очень мало весит, но у него есть такие проблемы, что с ним очень сложно работать, его очень мало возможностей обработки. Любой, практически любой фотоаппарат по умолчанию снимают в JPEG, но там можно выбрать формат RAW. Формат RAW это информация о свете, которая залетела вовнутрь фотоаппарата. То есть, это некий такой негатив эти фотографии весят раз в 6, в 5 больше, чем обычный JPEG, но там очень много информации и есть огромная возможность обработки этой фотографии. То есть, формат RAW сам по себе выглядит очень неприятно. Верхний вариант это вот формат RAW, как он получается, когда мы сбросили его на компьютер. Нижний вариант это то, что мы его, как мы его проявили в программах и RAW проявки. То есть, процесс абсолютно такой же, как на пленку. Сначала мы снимаем негатив, а потом уже проявляем и делаем красивую фотографию. Даже если вы выбрались снимать в JPEG, в любом случае, как только свет залетел в фотоаппарат, с фотоаппарат создал формат RAW. После этого он смотрит, что вам необходимо на флешку сохранить только JPEG. Он сам своими мозгами как-то как смог обработал фотографию и сохранил ее. Нет такого, что если вы выбрали JPEG, это фотки без обработки. Когда вы выбрали JPEG, всю обработку вы доверяете ему, а он очень часто обрабатывает так себе. В зависимости, опять же, от цены с фотоаппарата и от условий съемки. То есть, если вы в очень красивых местах, где классные и сочные цвета, фотоаппарат справится. Если вы в каких-то не очень красивых местах, не очень классные цвета, то JPEG будет так себе. И проблема в том, что как-то его доработать у вас особо возможностей нет. В то время как RAW, вы можете очень сильно дорабатывать, вы очень можете сильно менять цвета, вы легко можете из лета сделать осень и вообще глобальную работу с цветом делать. Дело из очень серой фотографии, очень приятную фотографию. Еще одна особенность RAW, вы можете очень сильно ошибаться, а поначалу у вас это особенно часто будет, потому что очень скоро вы поймете, что сама настройка фотоаппарата безумно простая. А самое сложное это общение с людьми, нахождение интересных ракурсов, освещение. И особенно именно это чужие, живые люди, которых надо как-то раскрепостить, вызвать эмоции, получить естественные фотографии. Вот это сложно. И в процессе общения, волнения, вы будете периодически ошибаться, и фотографии могут получаться то темнее, то светлее. И если вы снимаете в JPEG, то все это будет потерянной фотографии практически всегда. Если вы снимаете в RAW, очень часто, даже практически черная фотография, либо практически белая фотография, вы можете все это обработкой вытянуть и с минимальными потерями качества получить очень сносную фотографию. По крайней мере, клиенты точно не узнают, что вы какую-то серьезную работу с ней делали, чтобы была какая-то ошибка во время съемки. И еще один момент, еще один очень важный момент в пользу RAW, на него абсолютно никак, на его качество не влияет баланс белого. Вы можете отснять всю фотосессию, просто вся желтизна, дико желтые фотографии, и потом при обработке без потери качества крутить, настраивать как угодно. То есть, сам RAW не несет информации о том, что делать с этим цветом. RAW несет информацию только о том, какой свет залетел. Залетел он туда желтый, залетел он синий. Уже потом, когда мы настраиваем баланс белого с этим светом, который залетел в камеру, мы начинаем как-то работать. То есть, важно запомнить, баланс белого, настройка баланса белого никак на качество RAW не влияет. Но все же, если у вас получаются очень желтые фотографии или очень синие, лучше настроить более-менее нормальные по двум причинам. Первое, когда вы снимаете людей, важно периодически им показывать, что получается, чтобы они расслаблялись, чтобы можно было вносить коллективы, что им нравится, что не нравится, и людям так легче. Второе, и если вы будете показывать желтые или синючные фотографии, люди будут в шоке и будут впадать в депрессию. Второе, когда вы снимаете со сбитым балансом белого, фотография очень желтая, она вам кажется светлее, чем есть на самом деле. Вы настраиваете, вы настраиваете фотоаппарат снимать потемнее, вас все устраивает, потом сбросили на комп, настроили баланс белого и увидели, что фотография получилась темнее, чем надо, придется ее править, а это уже ни к чему, это лишнее время обработки, и в любом случае, когда идет правка яркости и всех остальных настроек, кроме баланса белого, уже начинаются какие-то проблемы с цветом, с качеством фотографии. Пока идут первые занятия, я советую пока остаться в JPEG, фотографировать в JPEG, все домашние задания делать в JPEG, но уже очень скоро надо будет обязательно перейти на RAW формат, потому что возможности намного больше, качество намного выше. Итак, итог. Режим P. Очень важный, очень полезный режим при освоении фотоаппарата с нуля, либо в самом начале. Этот режим позволит вашему фотоаппарату все так же работать автоматически, вы еще по-прежнему не понимаете, что и как там, но вы можете существенно влиять на результат. И первый важный момент, вы можете ему говорить снимай темнее или светлей, и всегда с этим будет классно. Если вы ему сказали снимай светлей, все добились яркости, но пошел смаз, значит недостаточно света вокруг, и у вас есть три шага, как с этим бороться. Но возможность говорить снимай светлей или темней очень важна. Вторая важная возможность в режиме P. Теперь вы можете выбирать ту точку, в которой будет фокусироваться фотоаппарат. На данном этапе постарайтесь привыкнуть именно к фокусировке по центральной точке. На самом деле даже очень быстрые репортажи, даже очень быстрые динамичные события большинство фотографов по-прежнему снимают, фокустируясь именно по центральной точке. Есть различные системы автофокуса, следящие и прочие, но в них есть как плюсы, как и минусы, и они очень хорошо работают только на безумно дорогих фотоаппаратах, и то там есть свои сложности. Даже на дорогих фотоаппаратах по-прежнему много фотографов быстрее и проще снимают по центральной точке. Она самая чувствительная, самая быстрая. именно в зеркальных фотоаппаратах. Без зеркальных там попроще, позже мы с этим разберемся. И еще одна возможность, когда мы в режиме P находимся, если нам нужно, мы можем контролировать ISO. Если мы снимаем на улице, то все очень просто. Мы поставили ISO на авто, и ничего страшного. На улице очень много света днем, фотографируем как угодно, фотоаппарат всегда будет ставить минимальные значения ISO, потому что и так светло. Но если мы оказались в месте, где плохое освещение, лучше контролировать его руками, для того, чтобы фотоаппарат не переборщил, а он всегда будет перестраховываться, и там, где мог получить хорошую фотографию, он может получать плохую, при недостатке света. Поэтому вы это можете контролировать. Ну и также, если фотография получилась очень желтая, либо очень синяя, а в этом режиме вы можете зайти в баланс белого и подстроить ее под себя, и получить более приятную фотографию. Если вы пару раз посмотрите это видео, найдете все эти функции в вашем фотоаппарате, разберетесь, как они настраиваются, очень важно, чтобы вы сделали именно сами, и когда вы сами все это сделаете, вы точно хорошо это запомните. Когда вам кто-то это подскажет со стороны, это очень быстро забывается. И уже завтра вы точно сможете всеми этими функциями пользоваться, если хоть немножко потренируетесь, обязательно сделайте домашнее задание. После этого будет мини-тест, я проверю, что вы точно все правильно поняли, вы точно поймете, какие ключевые моменты здесь самые важные, все это разберете, и вообще никаких проблем не будет, и мы перейдем к следующему видео. Все очень-очень просто будет.